Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о православии, о нашей жизни. В студии автор и ведущая, журналист Белла Заседская в крещении Мария. Сегодня мы хотим рассказать вам о христианском движении сестер и братьев Милосердия, которое существует у нас в Архангельске и Северодвинске, а также о том, как можно стать его активным участником. В гостях у нашей программы Светлана Борисовна Селянина, помощница старшей сестры Архангельского сестричества Милосердия во имя святой царственной страстотерпицы Александры Федоровны Романовой. Светлана Борисовна, здравствуйте! Здравствуйте! Позвольте я вас еще более подробно представлю нашим телезрителям и расскажу, чем вы занимаетесь. Светлана Селянина по профессии инженер-химик. Работает в Институте экологических проблем Севера в лаборатории растительных полимеров. Занимается химией торфа, изучением перспективного использования северных биоресурсов. До недавнего времени преподавала в Северном Арктическом Федеральном университете. В то же самое время Светлана Борисовна, сестра Милосердия и помощница главной сестры Архангельского епархиального сестричества. Насколько я знаю, Светлана Борисовна, вы с самого начала практически стоите у истоков основания нашего сестричества. Немного расскажите, как все начиналось. Ну, вообще, все начиналось еще с благословения до того, как были навороны сестры. Были люди, которые интересовались этим движением, поскольку у нас сестричество возникло несколько позже, чем в других регионах. Есть сестричество у нас 12 лет, а есть где уже и по 20, и больше даже. Но, тем не менее, идеи были и раньше. И вот с благословением владыки Тихона была организация «Рассвет», священнослужители объединились и решили дать православным, но сперва женщинам, потом оказалось, что у нас есть не только женщины, но и мужчины заинтересованы в таком служении, братья милосердия. Шанс послужить ближним, научиться любви к ближним, к нуждающимся, потому что такая потребность вообще в русской душе всегда есть, помочь кому-то. Но не все могут это делать не системно, как-то не понимая, смущаются где-то. А в организации такой общественной, конечно, это легче. И съездили, познакомились с опытом Москвы, Санкт-Петербурга, и попытались как-то это все реализовать в нашем регионе. Были развешены объявления по храмам, и набралось около 20 человек, сперва женщин-прихожанок из разных приходов, которые прошли обучение на базе медколледжа, и была создана первая общинка. Она еще не называлась сестрами милосердия, но тем не менее уже в первой городской больнице был заключен договор о взаимной помощи. И по предложению медперсонала были убраны два отделения. Это неврология, вторая неврология, где лежат больные с инсультами, и хирургия, отделение гнойных инфекций. Тяжелое отделение, два из наиболее тяжелых отделений первой городской больницы, где много людей асоциальных, куда кладут людей без определенного места жительства, где много пациентов, скажем, пожилого возраста, у кого нет близких и не могут им помогать. В принципе, изначально планировалось, что это люди, которые заменят родственников, помогающих ухаживать, какое-то внимание проявляющих. Но благодаря грамотной постановке вопроса, тому, что переняли опыт у других общин, конечно, удалось и наладить отношения в больнице очень хорошо, как-то все вопросы решить, которым возникали какие-то вопросы, недопонимания. И, кроме того, подготовить сестер. Достаточно хорошо на базе медколледжа провели такое обучение, что, в принципе, мы первые сестры, кто вышли уже после того, как нам на отделении один-два раза показали на живых людях, как нужно ухаживать, перестилать больных, подать судно, еще какие-то сделать, называется манипуляциями сейчас, какую-то помощь оказать. И мы уже смогли сами все это делать. Конечно, уровень подготовки был очень хороший, надо сказать. Вот я благодарна, потому что нам, людям, с медициной до этого не сталкивающимся, было бы очень сложно. А здесь нас даже научили как-то передвигать больных в постели, которые не могут сами помочь и так далее, чтобы себе спину не сорвать. То есть даже основан биомеханики. За небольшой курс, 72 часа, в нас вложили очень много. И мы стали постепенно двигаться. Конечно, сперва на помощь одному или другому больному уходила очень много времени, но постепенно мы освоились. Через два года возникло отделение в Северо-Одвинске. Там сестры стали помогать. Ну и надо сказать, что в 2014 году произошел такой некоторый качественный скачок. У нас теперь появилось отделение и в Новодвинске. Там тоже есть община сестер Милосердия. Они относятся к нашему же сестричеству. И помогают ухаживать за больными на отделении неврологии. Ну и кроме того, делают еще много других добрых дел. Помогают нуждающимся, видят это и стараются применить. Это, конечно, такое развитие важное. Но, с другой стороны, конечно, очень хорошо, что у нас были в самом начале профессионалы. Наша главная сестра, Мария Павловна Некрасова, она работала в то время в рассвете, была координатором проекта. А потом взяла на себя всю полноту ответственности и согласилась быть нашей главной сестрой и решать очень многие вопросы. Но она сама профессиональная медицинская сестра. И это, конечно, тоже очень много значит. Так же, как и духовник сестричества, протерей Алексей Денисов, он в прошлом врач. И вот это знание субординации, знание каких-то особенностей служения в медицинском учреждении, оно тоже нам очень помогло. Потому что они постоянно координируют нашу работу, помогают нам решить какие-то наши вопросы, даже внутренне психологические. Ведь есть специфика в каждой роде деятельности. У педагогов это одно, у ученых другое, у медиков третье. И там свои есть закономерности, которые ни в коем случае нельзя приступать. А где-то есть и поле для свободной деятельности. Оно разное. И это очень важно. Вот это знание, вот этих нюансов, оно очень важно. Нам здесь, конечно, повезло. Светлана Борисовна, вот прежде всего, что вас выделяет, и у людей возникает вопрос. Белая косынка и красный крестик, да? Вот что означает это особое деяние? Почему все время сестры находятся в таком образе? Вообще, Белая косынка, вообще косынка, это право образом служит апостольник, еще восходит к первым деканистам, к древней церкви, когда наряду с мужчинами, тогда дьяконы первые, да, архиаконы, они занимались служением салам, то есть помогали нуждающимся, там служили вдовам, там обеспечениями и так далее. Тогда как апостолы проповедовали, если вот мы вспомним, да, как было. И были не только мужчины дьяконы, но и возникли тот деканист, то есть те, кто занимался помощью нуждающимся. Они и шили одежду, они и кормили нуждающихся, там, странников и так далее, принимали. Может быть, и больным оказывали помощь, уход. Потому что, конечно, это близко женской натуре, такая забота о ком-то. И если мы возьмем, даже в Деяниях апостолов мы найдем уже первый пример, может быть, там не называются они деканистами. Вот, и по образу вот этих апостолников, которые носили, были уже в 18 веке, когда стали возникать общины милосердия, вот было принято такое облачение. Кроме того, нам было удобно, потому что убирались волосы, тогда ведь все женщины носили длинные волосы. Это обязательно в медицинском учреждении, тем более, когда там разные есть инфекции. Ты, во-первых, не переносишь инфекцию больному, во-вторых, и сам не заразишься. И, кроме того, они носили белые фартуки обычно такая была, или там даже вот и нарукавники, такие средства защиты. Сейчас уже многие ходят в халатах, еще в какой-то форме. Но, тем не менее, врачи, там, медсестры в больнице носят уже там колпачки специальные. Хотя вот еще во время Второй мировой войны медицинские сестры носили тоже косынки белые. И даже есть у нас вот в Татьянецком сестре, в Татьянецком Петербурге нам показывали как раз вот одежду медицинской сестры времен войны. Там вот похожая косыночка и фартук. Вы находитесь только на служении, да? Вот одеваете эту косыночку, когда на служении? Нет. Дело в том, что наше служение, хоть оно и служение в больнице, служение руками, там, вот уход, но оно церковное служение, оно направлено на спасение души, нашей души. То есть мы учимся деятельно проявлять любовь к ближнему, даже когда это какие-то такие вот внутренние сложности, может быть, даже у кого-то может возникать какая-то бреизгливость. Ну вот мы можем все представить, там, скажем, бомж лежит, поступает в больницу, в состоянии, конечно, его как-то обрабатывают, но тем не менее, да? И надо себя преодолеть, не проявить этого. Это тоже и церковное служение. Поэтому мы в этих косынках по благословению бываем на службах всегда, на всех церковных мероприятиях. И даже если мы проводим какие-то детские мероприятия, например, северные детские чтения, то мы там тоже находимся в косынках. Или вот сейчас у нас сестры поехали на рождественские чтения в Москву. Там они будут присутствовать, конечно, на всех заседаниях в своей форме. Но вот в нашем сестричестве форма состоит только в косынке. Где-то есть, ну, более сложная. Мы пытались ее заменить, но у нас вот прижилось только это. Дальше мы работаем уже по виду служения, либо в халате, если это медицинское учреждение. Если это какая-то светская мероприятие, то, соответственно, в светской одежде. Ну, это нам не мешает, позволяет это познать. Ну, и это плюс к тому, у нас это дисциплинирует, потому что вот одеваешь косынку, даже выражение лица, вот у сестер меняется, внутреннее состояние меняется. Уже воспринимаешь себя не просто как какого-то там человека со своими слабостями, и воспринимаешься как человека, на которого смотрят, который должен подтянуться и как-то держать себя в руках, не всегда позволяя себе расслабиться. Поэтому косынка в этом отношении помогает. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о тех людях, которые сегодня составляют ваше сестричество, вот профессионально, так, по мировоззрению, кто эти люди? Ну, у нас сестричество православное, поэтому у нас, конечно, люди православные. Другой вопрос, что у нас не все сестры и братья, люди воцерковленные. Для некоторых приход сестричества это как раз тот шажок первый к воцерковлению, к приходу в церковь активному. И мы тоже это принимаем. Вот с другими людьми других взглядов наши сестричества, мы можем сотрудничать, они могут нам помогать, мы не отказываемся от такой помощи, но братьями и сестрами милосердия они быть не могут, потому что у нас это оговорено, но и у нас определенная мотивация. Это очень важно на самом деле, потому что все-таки на первое место мы ставим не помощь как таковую больным, хотя это очень важно, а заботу о спасении души. То есть, знаете, иногда человек делает доброе дело, но может возгордиться, может как-то относиться уже к тем, кто не занимается с пренебрежением. Вот для нас это недопустимо. Вот здесь вопрос о мотивации очень важный. Иногда люди не понимают, ну что, какая вам разница, кто будет помогать. На самом деле мы сталкивались, и другие здесь люди сталкивались с такими ситуациями. И вот здесь внутренняя мотивация, она сопряжена как раз и с религиозным чувством, с отношением к жизни. Это очень важно. Поэтому вот эти вещи нельзя ни в коем случае допускать. Поэтому у нас такая православная организация, конечно, могут существовать и другие организации, связано, что в некоторых городах существуют общины католические, предположим, еще какие-то. Но вот у нас такая организация. Нам так легче друг друга понимать. А взаимопонимание между сестрами очень важно. Очень важно даже какие-то сложные ситуации. Мы же все люди возникают. Нам понятно, как решать эту ситуацию межличностно. И тут очень много помогает наш духовник, потому что мы можем к нему прийти, а духовник, ну там человек других религиозных взглядов, он же не пойдет к православному духовнику, который за это отвечает, и который регулирует эти все взаимоотношения. Сами понимаете. Поэтому, конечно, для нас вот это важно. Другой вопрос, что не обязательно, это вот сегодня уже человек там, очень церковно, у нас есть случаи, когда человек вот пришел в сестричество, и стал, осознал все это, проникся. Вот сестры у нас есть, несколько сестер. И стали постепенно выцерковляться. Для них вот такой путь у каждого свой путь к Богу. А если говорить лично о вас, вот что вас привело к этому служению? Ну, у меня, конечно, был путь такой утилитарный. У меня дело в том, что у меня у папы было два инсульта тяжелых, он в нем почти 100 килограмм было, веса. И на определенном этапе я поняла, что мы с мамой не сможем оказать ему помощь, потому что он профессионально не готов. Поэтому в первую очередь я пошла на занятия с тем, чтобы помочь своему отцу, если ситуация вновь обострится. Нас предупредили, что могут повторяться инсульты, еще быть. Ну, а когда уже мы пошли на практику, то поняла, что вот с этим нужно остаться. И если я что-то могу выкрыть, там, с первым разговор с семьей у нас был, вот мне говорят, ну, как ты справишься? Я говорю, ну, давайте вот я буду два часа в неделю, это где-то реально в краю два часа в неделю. Да, мы определились. И вот я, значит, ходила там на одно дежурство. Потом как-то стало возможно выделять больше времени. А потом уже и родные мои, и даже папа, проникся значимостью этого служения и стал поддерживать это. Ну, и вот Господь миловал его вплоть до... Инсультов у него больше не было. Так что, не знаю, тут уж и Божье смотрение или как, но тем не менее, вот так случилось. Скажите, пожалуйста, ну, а вот если на протяжении... Как менялась жизнь сестричества на протяжении вот этих лет? Ведь вы наверняка, стало вас больше, да? Да, и больше. Ну, во-первых, такая ситуация возникла, что первые несколько лет нас больше не становилось. Вот года три сколько пришлось. Один человек уйдет, потому что один придет. Там два человека, там, меньше стали внести служение, там, изменились в средствах, кто-то появился. И так примерно у нас контингент оставался в том же уровне. А потом, когда уже мы научились сами работать, сложились у нас взаимоотношения, что-то для себя внутренне мы какую-то оценку провели, сестрича стала оформляться, и появился приток кадров, причем разный приток. Но и расширилась сфера деятельности. Если сперва это было только служение в больнице, то постепенно мы стали развивать такие служения, как сбор средств, проводение благотворительных ярмарок, стали проводить благотворительные гостиные, северные детские чтения. Потом мы создали такую даже программу вместе с Обществом православных врачей школы милосердия, для привлечения детей к делам милосердия, для воспитания уже даже с дошкольного возраста в людях потребности творить добро в разных формах. И сестер стала бороться. Вот я говорю, появилось отделение в Северодвинске, появилось отделение теперь уже в Новодвинске. У нас, более того, кроме того, что к нам приходят сестры и братья, появилась у нас такая вот за последние три года помощь очень существенная в уходе. В медколледже организовали общину добровольцев из студентов медколледжа. И они не стали искать какую-то сферу приложения своих сил, а они предложили нам, чтобы мы вместе с девочками, с мальчиками из медколледжа выходили на длине, и они отключились к нашему служению. И это дает очень хороший результат. Мы, во-первых, смогли взять под опеку еще одно отделение. Терапия, где лежат люди уже подолгу, там ждут либо кого-то клини, либо у них там внимание, еще что-то. И там нужен такой гигиенический уход. Мы смогли больше помогать на тех отделениях, где мы трудимся. Конечно, и отделений стало за эти годы больше. Сейчас мы в Перогородской опять отделений опекаем. А когда-то было только два. У нас появилась возможность помогать в детской областной больнице. В отделении 4-й самаятки у нас сестры ходят читать Акафист раз в неделю. Детки приходят, с ними беседуют. Мы дарим какие-то, может быть, даже к праздникам подарки. И кроме того, мы курируем там ситуацию. Если есть какая-то потребность, мы организуем сбор там и помогаем им. Либо оборудовать бокс, либо какое-то такое очень ценное оборудование. Может быть, не полностью, но где-то отчасти закупить. Ну или какие-то просто такие вещи, которые порадуют детей. Оборудовать там, купить какие-то игры, еще что-то. То, что в больничном бюджете сложно заложить. А мы можем помочь. Мы знаем, что это действительно там нужно. Такие формы деятельности у нас стали развиваться. С приходами мы активнее стали сотрудничать. Помогаем им участвовать в делах милосердия. То есть, например, они готовят какие-то подарки. А мы помогаем договориться с администрацией, сходить поздравить в больницу. Тоже вот такое важное. Знаете, мне несколько лет назад довелось у вас побывать в качестве репортера на одном из дежурств. И вот таким удивлением было, что среди сестер был и брат. Медбрат по имени Андрей. То есть, это такая тоже традиция, видимо, да? Только она не очень широко известна, что мужчины... Да, есть. Есть у нас и мужчины, братья милосердия. Их не так много. Но на самом деле от них, во-первых, очень большая помощь, потому что просто физических сил больше. Кроме того, я скажу, что мужчины, которые начинают заниматься таким служением, это особый ряд мужчин. Они, знаете, как-то больше, чем кто-либо вызывают доверие. Потому что для мужчин очень сложно, вот такой вот уход. Хотя тот, кто переступил вот этот первый шаг, женщине так все очень естественно, то от них очень... Им легче довериться. Они очень надежные. И, конечно, мы приветствуем, когда приходят братья милосердия. Хотя в некоторых сестричествах, я знаю, что с соносторожкой к этому относятся. Но вот там, где есть этот институт братьев милосердия, все сестры признают, что от этого очень большая польза. Хотя, конечно, меняется. Вот у нас один из братьев, когда он был диаконом, он, значит, помогал у нас в уходе. Теперь он уже стал священником, и, конечно, он такого ухода не может оказывать. Но вот то, что он прикасался к этим больным, понял, как люди могут быть слабы, оно, конечно, сказывается очень сильно. Но они как-то так по-особому начинают жалеть. Не только вот этих людей, а вообще любых людей. Это важно. Меняются, да. Это значимо даже для них самих. Я думаю, что это пользу и в семье, и в любом их служении приносит. Светлана Борисовна, вообще я так понимаю, что это служение, оно, по сути, ежедневно. То есть нет каких-то больших перерывов. Вы, наверное, составляете графики дежурства. Да, у нас есть сестры, которые составляют график. Каждая сестра выходит один или два раза в неделю. И мы составляем, конечно, у нас бывают периоды, когда, например, сейчас очень много сестер болеет, у нас нет возможности выходить каждый день. Но мы выходим хотя бы там два, три, четыре раза в неделю на каждое из отделений. По возможности по загрузке смотрим. Ну и смотрим по тем делам, которые нужны. Вот мне что радует, что уже медперсоналы на многих отделениях изменил отношения, они пытаются как-то решить свои проблемы. Они просят нас, вот мы говорим, они говорят, ну вот это мы сделаем сами или это сами, а вы вот еще помойте того, того побрейте, вот этого подстричь надо. Конечно, это помощь такая, которая, может быть, не требуется каждый день, но зато она сделает это и для больного эффекта терапевтический, и ухаживать за ним приятнее, и больным, которые рядом лежат, приятнее, легче. И это, конечно, важно. И для нас ценно вот это отношение, изменившееся даже и медперсонала. Хотя надо сказать, что у нас в регионе отношение медперсонала, вообще даже вот их больным, оно на достаточно высоком уровне. Когда рассказываешь, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, еще в каких-то регионах, куда ездишь, о том, как у нас оказывается уход, именно медицинскими сестрами, санитарками, то многие удивляются, потому что, например, у нас в неврологии практически нет пролежней. А это такая проблема серьезная во многих регионах, потому что весь персонал мобилизуется, с определенной регулярностью переворачивает больных, обрабатывает. Это, конечно, очень ценно, не случайно. У нас даже вот собираются здесь, в Архангельске, создавать такую пилотную площадку для отработки методик работы междисциплинарных бригад, где не только врачи входят, но и медсестры входят в виде полноправных членов этой бригады, потому что выхаживание больного при тяжелых заполеваниях – это очень важный процесс. И вот нас это, конечно, радует. Светлана Борисовна, вы знаете, я хочу вот с нашими телезрителями поделиться, что несколько лет назад мне довелось в качестве репортера поучаствовать в дежурстве сестер Милосердия в первой горбольнице. И вот запомнилось, как мы побывали во второй неврологии, где лежат больные после тяжелых инсультов. Вот одно объявление на дверях палаты гласило – уважаемые родственники, в больницах нет младшего медперсонала, все мероприятия по уходу за больными возложены на вас. И вот запомнилось, какой благодарностью смотрел человек, когда сестры ему поменяли постельное белье. Человек не мог ни шевелиться, ни говорить, и живыми были только его счастливые в ту минуту глаза. И очень запомнилось такое пронзительное ощущение радости от того, что этому человеку сейчас хорошо. Вот еще бабушка запомнилась, 80-летняя, похожая, наверное, на всех наших бабушек, на тумбочке, у которой стояла застывшая манная каша, чай в граненом стакане, ее некому было бы кормить, и она, возможно, осталась бы голодной, если бы не человеческое милосердие. В больницах действительно не хватает младшего медперсонала, и ведь далеко не у всех больных есть родственники. И я вот думаю, Светлана Борисовна, многие, кто нас сейчас слышит, наверняка задают себе вопрос, а вот как можно поучаствовать в этом добром деле, что для этого нужно сделать, к кому обратиться? Вот что вы посоветуете в завершении нашей программы, может быть, несколько слов об этом, пожалуйста. Ну, всего проще можно, тем более, у нас есть подразделения и в Архангельске, и в Северодвинске, и в Новодвинске. Но в Архангельске можно прийти в Святотольский храм. Всего удобнее, всего проще прийти в воскресный день, когда идет литургия, подойти к кому-то из сестер милосердия. И тогда вас подведут либо ко мне, либо к нашей главной сестре, и дальше уже мы все объясним, потому что как приходят, что нужно для этого, если человек проявляет вообще что-то за служение в личном, можно задать какие-то личные вопросы, потому что общий разговор, это общий разговор, а чтобы человек сам понял, можно договориться с тем, чтобы, может быть, как-то поучиться и сходить, посмотреть, взять благословение. В Новодвинске также можно подойти в храм во время службы воскресной. В Новодвинске несколько храмов, там храм Кирилла и Мефодия, Морской проспект 30, если я не ошибаюсь, вот можно туда подойти, там тоже помощник духовника, там есть сестры, и если к ним подойти, то они вам подскажут, как дальше быть. Даже если вы на другом приходите, увидите сестер, только сыночка вот таких наших, и подойдете к кому-то из сестер милосердия, то они вам тоже в помощи не откажут, и подскажут, к кому можно обратиться, куда можно обратиться. Ну и, может быть, даже сами возьмут, за руку отведут. Потому что в последнее время у нас довольно много сестер, которые видят у себя на приходе сестер милосердия в Касынках, начинают с ними ближе общаться, а потом как-то так заветно скажут, что вот они бы это тоже хотели. И постепенно приходят к нашему служению. У нас довольно много сейчас таких добровольцев. Кто-то из них уже сейчас кандидаты в члены сестердчества, а есть уже и действительные члены. Это такой путь, наверное, чисто индивидуально самый правильный. Потому что ты все-таки ориентируешься на свое духовное состояние, ты можешь посоветоваться своим духовником, и ты можешь просто вот в такой непринужденной обстановке пообщаться, расспросить сестер. Тебе все покажут и расскажут, поэтому тут сложности не возникли. Но не надо бояться, что вас оттолкнут, это может кого-то смущать. А не надо бояться, что не получится. Не надо бояться, что не получится. Потому что, по большому счету, было бы расположение. Ну, а формы служения не находятся. И даже если у нас кто-то из сестер не может нести больничное служение, у нас такие сестры бывают. И кто-то ведь не стареет, кто-то просто в силу своих проблем уже жизненных. У нас одна сестра была с повреждением позвоночника. Она вообще внесла на себе такой крест, как была здесь строй диспетчером, хотя и с дому не могла выходить. Но, тем не менее, она несла свое милосердное служение и очень помогала нам всем и нашим подопечным. Светлана Борисовна, Вы очень похожа на счастливого человека. Ведь, наверное, это служение дает Вам ощущение радости. Да, конечно. Для кого-то это и самореализация. Но вообще вот это служение, чувствуешь присутствие благодати. У нас даже сестры сходят на деле, они говорят, идешь туда такой усталый, а обратно возвращаешься, утешился. Вроде потрудился, а появились какие-то внутренние резервы, внутренние силы и какая-то радость. Ну, все живем ради обретения этой радости. Поэтому вот так через помощь больным, нуждающимся, конечно, ее легко обрести. Особенно, когда ты действуешь в кругу единомышленников. Спасибо Вам огромное, что пришли на нашу передачу. Дорогие телезрители, на этом мы с Вами попрощаемся. Всего Вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»